День с толком Здравствуйте! Смотрите выпуски. Очередной пожар в Изумрудном. Огонь уничтожил Скалодром. Ставить или не ставить? В России активно обсуждают вакцину от коронавируса. Сможет ли она дойти до потребителей? Заходить партиями, на перемене оставаться в классе. Новые школьные правила, которые не должны пугать. Конец августа, начало сентября. Судя по данным федеральных СМИ, именно в это время вакцины от коронавируса начнут прививать российских медиков. Вакцинировать остальных, в том числе пожилых людей, массово планируют не раньше следующего года. Почему среди обычных людей, желающих поставить прививку единицы, считают ли сторонники вакцинацию именно эту безопасной, пыталась выяснить Татьяна Голубева. Егору, как и всем его сверстникам, в детстве прививки ставили. И даже от гриппа он бы привился. Но от коронавируса не готов, точнее не хочет совсем. Я бы себе не стал ставить прививку, потому что ей никто не привит, она не проверена. Ее только недавно изобрели. Соответственно, нету какого-то доверия. И вторая причина, наверное, меня не коснулась коронавирусная инфекция. Соответственно, я даже не знаю, что это за инфекция, да, и нужно ли от нее вообще прививаться. Медики с вирусом не просто знакомы. Ситуацию по заболеваемости в том же Алтайском крае на сегодняшний день считают сложной. Ведь многие люди по-прежнему тяжело болеют, часто фиксируют смертельные случаи. Вакцина нужна, уверены специалисты, даже такая, немного сырая. Оценку безопасности покажет большое количество его применения. Поэтому сейчас вакцина зарегистрирована, она прошла два этапа клинических исследований. Сейчас будет одновременно ее применение и дальнейшее отслеживание ее эффективности и безопасности. Мы должны тоже понимать, что если как только будут признаки, что это опасно и вредно, то никто таких вещей скрывать не будет в масштабах государства. По сути, добровольцами, на которых будут вакцину продолжать испытывать, станут медики. Ведь именно их назвали в числе первых, кому прививку поставят. Правда, скорее всего, по словам Сафьянова, это будут бюджетники Центральной России. Главный эпидемиолог края считает, что говорить о вакцинации от коронавируса даже врачей нашего региона рано. Ведь на сегодняшний день никаких нормативных документов на этот счет просто нет. Когда был пандемический грипп, только благодаря вакцине, которую массово мы начали применять, мы смогли тогда остановить высоченный уровень заболеваемости. На сегодняшний день вакцина для коронавирусной инфекции крайне актуальна. Нам она действительно нужна. И поверьте мне, если сегодня все разрешительные документы будут в порядке, эпидемиологи первые пойдут прививаться. Когда вакцина придет к нам в регион, неизвестно. Тем более, когда она будет доступна для массовой реализации. Безопасна ли она на 100%, никто сказать не может. Есть и еще одно «но», говорят специалисты. В отличие от других вакцин, эту хранить нужно в условиях морозильника при минус 18 градусов. И использовать не позже, чем через 30 минут после разморозки. Поэтому сейчас, кроме того, что нам нужно еще отследить ее эффективность и безопасность, сейчас еще предстоит большая работа у здравоохранения о том, как отладить систему транспортировки, хранения, организации услуг, учитывая вот такой сложный формат его хранения. К слову, за прошедшие сутки в Алтайском крае скончались сразу 6 человек, у которых был диагностирован коронавирус. За несколько месяцев пандемии умерли уже 287 жителей региона. Всего же новой инфекцией в крае заразилось 10 887 человек. За сутки 85 новых случаев. По количеству заболевших мы по-прежнему опережаем соседнюю Новосибирскую область. Добавим, что из-за коронавируса в тяжелом состоянии сейчас находятся 112 жителей региона. На аппарате ВВЛ 29 человек. Сгорел дотла. В Барнаульском парке Изумрудный сегодня огонь уничтожил скалодром. Именно там много лет проходили тренировки и соревнования алтайских альпинистов. Причина пожара неизвестна. Это была предварительная версия замыкания электропроводки, хотя управляющий парка не исключает и поджог. Наш корреспондент Илья Кочетков одним из первых побывал на месте событий. Возгорание было зафиксировано примерно в час дня, может быть в полвторого. Точнее, на данный момент я не могу сказать. Пожарные прибыли достаточно быстро, как говорят очевидцы. Но спасти практически ничего не смогли. Как вы видите, все деревянные конструкции уничтожены целиком. Остался только металлический остов. И тот, судя по всему, довольно серьезно поврежден огнем. И насколько его можно дальше эксплуатировать, могут сказать, пожалуй, лишь специалисты. Хотя лично я сильно сомневаюсь. Скорее всего, знаменитый барнаульский скалодром в Изумрудном уничтожен. Вот что думают о трагедии альпинисты, которые, собственно говоря, занимались много лет на этом объекте. Вся обувь, все веревки, все молотки, все зацепы, все здесь хранилось. То есть это второй дом наш был. Мы просто приходили и все оставляли здесь без страха, что здесь кто-то что-то возьмет, заберет. Все сгорело, ничего не осталось. Железяки одни сохранились. То есть ботинки сгорели, у них только кошки остались, все, больше нет ничего. Насколько известно, скалодром не является частью собственности парка. Он как отдельный объект выделен. Им последние годы занималась Алтайская краевая федерация альпинизма. К сожалению, нам не удалось связаться с ее руководителем, альпинистом Дмитрием Гребенниковым. Он где-то сейчас на очередном выезде, наверное, в горах. Подозреваю, для него это станет настоящим шоком. Поскольку последние годы здесь проводились не только тренировки летние для альпинистов, но самое главное, это была единственная в городе и, пожалуй, в крае полноценная площадка для занятия ледолазанием. Вот здесь заливали ледяную сосульку, так называемую, и по ней передвигались альпинисты. А вот те деревянные конструкции, которые сейчас полностью уничтожены, также были предназначены для этой особой уникальной дисциплины. Ну что ж, почему произошел данный пожар, покажет, конечно же, следствие. Обратите внимание, здесь есть камера наблюдения, которая могла зафиксировать начало этого пожара. Будем следить за расследованием. На пожар также отреагировали в Министерстве спорта края. Для того, чтобы тренировки наших спортсменов не прекращались, их готовы принять на скалодроме стадиона «Лабиринт» и предоставить инвентарь. Во всяком случае, так заверили в ведомстве. В последние дни на Алтае в целом много пожаров. Борются с огнем уже не только спасатели, но и обычные жители. Губернатор поручил наградить троих змеиногорцев за предотвращение возгорания леса. В борьбу с огнем они вступили на тракторе. Напомним, 9 августа в змеиногорском поселке Черепановский загорелась сухая трава. Когда огонь дошел до леса, его заметил местный житель Виктор Савин и его сыновья. Первым делом они, конечно, позвонили пожарным и начали защищать лес самостоятельно. Перекопали землю у кромки деревьев трактором. К прибытию пожарных огонь успел распространиться на 500 квадратных метров. Трактор, кстати, сильно пострадал от огня. Сами герои получили небольшие ожоги. При этом Виктор Савин уверен, это вовсе не подвиг, и так на его месте поступил бы каждый. Ехали через два дня через это же место технику выгонять. И опять там же воспламенение шло. Ну вот опять забегали бульдозером. Ну, первый раз трактор загорелся там, потушили трактор. Второй раз без этого обошлось. Как сообщил губернатор в своем инстаграме, он считает поступок достойным медали за честь и мужество. Однако его подписчики в комментариях советуют наградить героев не медалью, а новым трактором. К другим темам постоянный контроль температуры, дезинфекция и отдельный кабинет. В Барнаульской школе рассказали, как будет организован учебный процесс с первого сентября. Ну, а сегодня в роли школьника наш корреспондент Ирина Корчагина. Она расскажет о всех новых правилах. Вот мы сейчас с вами заходим в образовательную организацию. Вот здесь к 7.30 будет подходить первый класс. Именно вот здесь на входе будет проводиться термометрия. Их будет встречать классный руководитель. И, соответственно, он встретил класс. И класс ушел вот по той лестнице в свой учебный кабинет. Через 15 минут к следующему входу подходит другой класс. То есть, получается, в 7.45. Вот там на входе также будет проводиться термометрия. Также их встречает классный руководитель. И уже по той лестнице класс поднимается в свой учебный кабинет. Таким образом, в школе номер 53 разведут потоки школьников. А их здесь почти 700. В коридорах никто не должен пересекаться. По новым правилам, которые диктует пандемия, каждый класс будет учиться автономно. За каждым закреплен кабинет, составлено индивидуальное расписание. Между партами будет соблюдена дистанция. После каждого урока будет обязательно проветривание. Каждые два часа будет обработка парт и кабинета. Кстати, за одной партой могут сидеть два ребенка. И в целом, говорят учителя, все будет почти как в обычной жизни до коронавируса. 40 минут урок, 20 минут перемены, за которые они смогут и отдохнуть, и в столовую сходить. Пусть у них будет в первых классах динамический час. Мы будем очень часто выходить на улицу при хорошей погоде. Будут ли дети в остальное время задыхаться в масках – вопрос, который учителям задают чуть ли не каждый день. Средства индивидуальной защиты, в частности маски и перчатки, должны быть обязательно у работников пищеблока. А вот у учителей и учеников это решается все на региональном уровне. Я думаю, что в связи с такой хорошей подготовкой образовательных учреждений к учебному году, у нас не будет введено обязательно ношение масок и перчаток для детей и учителей. В новых условиях школьникам придется освоить почти армейскую дисциплину. Это касается и приема пищи. Естественно, в столовую дети будут заходить без масок. У нас определено три ряда. Сначала в определенное время зайдут и сядут за столы первый, третий ряд. В это время ряд посередине не будет задействован. Конечно, учителя признают детей невозможно насильно удержать на месте, чтобы оградить их от случайного заражения. Однако педагоги, родители и сами дети так боятся второй волны вируса и дистанта, что готовы принять уже любые условия, чтобы наконец-то выйти из онлайна в офлайн. Ребенок учился в седьмом классе, мне оставалось только контролировать. То есть ее дисциплинировало дистанционное обучение, но тем не менее живой контакт все-таки намного лучше, чем безликое дистанционное обучение. Мы рады встрече с учениками, потому что по факту мы не виделись почти полгода. Кабинеты готовы, мы готовы. Ничто не заменит общение глаза в глаза. Анастасия Дорогана, Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А сейчас о проблеме, с которой столкнулись жители Камня-Наби. Головные боли и тошнота сразу у нескольких семей города. К счастью, дело не в массовом заражении. Такие симптомы у людей вызывает общественный туалет. Построили его вблизи с жилыми участками. Местные жалуются, что за месяц работы порядок в нем ни разу не наводили и просят перенести зловонное сооружение. Река, набережная, фонари, лавочки. Все, так сказать, для каменцев. Вот даже общественный бесплатный туалет поставили. Правда, никого не смущает, что облегчать душу приходится на голову местным жителям. Сразу за нужным сооружением жилые дома. До них отсюда рукой подать. И все бы ничего, да поток огромный. Все, поделитесь впечатлениями. Очень хороший туалет. Во-первых, могу чего сказать. Постоянно, как не выйдешь на берег, нету туалета. Ходишь по-за кустам по каким-то. Это красавец. Вас не смущает, что здесь местные жители рядом, совсем за забором? У каждого человека есть свой туалет. Бесплатный теремок стоит здесь всего месяц. После визитов в него хозяева ближайших придомовых участков уже еле сдерживают рвоту. А возле нашего дома не надо такого. А, вы? Мы жильцы. Мы просто жильцы, да? Мы запах этой вони не переносим. Никто его откачивать не будет. Как у нас все, жкхают, идти, работают. Давайте закроем туалеты и будем срать вот тут. Вот тут, вот там. Люди подчеркивают, они за общественный туалет. Он должен быть обязательно. Тем более на набережной, где все гуляют. Но место для него нужно было выбрать по уму, а не задним местом. Возмущаются жители. Во-первых, запахи. Их ничем не поймаешь, никуда от них не спрячешься. Во-вторых, мы живем в низинке. Туалет находится на возвышенности. Получается, что все отходы жизнедеятельности, грубо говоря, всего города будет в земле. А весной все это стечет в их огороды, уверены жители. Потекет, фекалии все потекут, ну, запахи все это, родины. 25 метров и начинается приусадебный участок. Здесь цветут цветы, растут яблони и огурцы. Пока еще без чудесных ароматов. Но это ненадолго считают люди и требуют городскую мэрию перенести нужник. Ответ чиновников – постройка соответствует нормам Санпин. Расстояние от уборной до жилого дома выдержано – не меньше 20 метров. Но каменцев такие нормы не устраивают. Расставлять точки над «И» будет Роспотребнадзор. Специалисты ведомства сделали замеры ядовитых веществ в воздухе. Говорить о том, что он сегодня останется или нет, пока рано. Подождем, что-то примем решение. Ну, переносить нечто переносить. Может быть, совсем уберем. Но тут есть маленький нюанс. Перенести ниже на набережную вряд ли получится. Ее регулярно подтапливает. Так что, если и будут сносить, то навсегда. В таком случае, горожанам придется вновь стать ближе к природе. К слову, жильцы, которые задыхаются от фекального амбре, идут на уступки. Просят вместо этого сооружения установить платный биотуалет. Городу деньги, а им – спокойствие. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Вот такая неоднозначная история. А теперь хорошая новость. Из парка «Изумрудный». Там начался новый этап возрождения. Барнаульцев приглашает к посадке цветов, чтобы в будущем вернуть в парку исторический вид. Народному парку вновь народное внимание. В «Изумрудном» новая пора перемен. Теперь цветочная. Барнаульцы приносят парку в дар пионы, лилии, колокольчики и розы. Они будут каждый год расцветать, будут радовать глаз горожан, потому что «Изумрудный», к сожалению, годами был запустение. Здесь не возобновлялись посадки, и поэтому, конечно, нам предстоит проделать огромный объем работы по высадке как деревьев и кустарников, так и многолетних декоративных растений. Незабудки, ирисы, хосты мы вот там видим, медуницы, которые и лесные виды, и в парке здесь они тоже будут хорошо расти. Хризантемы уже начали приносить. Очень много в этом году заявок. Земли хватит для каждого питомца, заверяют сотрудники. Все подаренные растения в мини-питомнике на время. Когда парк распланируют, их высадят по дендроплану. Чтобы покрыть красотой всю территорию бывшего Меланжевого, потребуется не один год. Но разницу жители ощутят уже следующим летом. Впрочем, для этого людям придется постараться еще больше. Но пока одни сажают, другие воруют. Некоторые барнаульцы считают этот парк настолько своим, что в темное время суток приходят сюда и выкапывают растения. Вот, например, этой весной отсюда похитили три только что высаженные молодые яблони. Парку пора становиться густым, уверены барнаульцы. Старожилы помнят, как в 60-е годы в Меланжевом был даже свой собственный дендрарий. Три теплицы открыты и круглый год. Так что сейчас начинается движение к зеленому прошлому. Розы, каллы, всякие фукции красивейшие. Вот сейчас даже нигде не вижу их. И пальмы. Это теплицы были, они старенькие были уже, деревянненькие. В земле все были они. Но в них было приятно зайти. Процесс восстановления запущен. Подключились и мы. И без помощи не обойтись. Многие горожане, особенно пенсионеры, не могут привезти в парк растения самостоятельно. Поэтому волонтеров и всех желающих восстановить народный парк здесь очень ждут. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня во всем мире отмечают день фотографии. Не сфотографировал, значит не было. Для некоторых людей это выражение уже жизненный принцип. Например, для инстаблокеров. Их популярность напрямую зависит от креативного фотоконтента. О трентах и желании быть всегда в кадре расскажет София Яценко. Прямо можешь часть щечки прикрыть джинсовкой. Да, только голову сильно не опускай. Лучше джинсовку к себе подтяни. Настоящий профессионал всегда знает, что нужно для красивого кадра. Екатерина – фотограф. Вот уже несколько лет она смотрит на мир через объектив. Прямо маленько назад в голову. Пусть ей эти волосы подуют. Больше всего девушка любит фотографировать на природе. Всегда старается поймать живые эмоции. Катя считает, фото должно быть максимально правдивым и искренним. Я очень люблю снимать лавстори. Это моя страсть. Влюбленные пары. Мне кажется, вообще в 2019-й задал такой тренд естественности, натуральности. Люди прям полюбили искренность в фотографиях. И поэтому, мне кажется, через любовь она передается максимально по-настоящему. Однако показывать правду на фотографиях предпочитают далеко не все. Например, барнаульская инстаблогер Алина настолько увлеклась фотошопом, что полностью перенеслась в мир иллюзии. И вот получается до, после. Потом еще небо можно заменить. Заменить, говорит девушка, можно что угодно. На ее странице в инстаграме она учит, как вместо деревьев сделать горы, вместо юбки тыкву и даже летающие книги. Я сначала вдохновлялась вот этими всеми зарубежными именно, картинками из интернета, пыталась сделать что-то похожее. А потом уже начали приходить идеи свои в голову. Я начала видеть идеи для фото уже везде просто, потому что уже какая-то насмотренность, наверное, была. Психологи считают, что желание приукрасить действительность возникает не только из-за тяги к творчеству, но из-за других внутренних комплексов. Одним может не нравиться внешность, другие недовольны отсутствием красивых локаций. Главное, не увлекаться иллюзией сильно, чтобы не потерять себя настоящего. Важно, чтобы человек соблюдал баланс. Если хочется показать какой-то свой навык умения фотошопить, или какую-то свою красивую сторону, или выбрать лучший ракурс, почему нет. Но здесь надо соблюдать еще и наполнение вот этого внутреннего мира. А этому каждому фотографу приходится учиться самому. Или же не учиться, и собирать своих поклонников творчества. В 2020-м, когда тренд на визуал зашел не только в коммерцию, но и личную жизнь, популярность фотографов снова растет. Осталось выбрать, чей мир ты разделяешь. София Иценко, Николай Шелко, День с толком. Напоминаем телефон нашей редакции 205-545. Звоните с интересными темами и проблемными вопросами. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи.